Друзья, если у вас возникли проблемы, как и у меня, с подключением сети, именно вы не можете зайти на сайт какой-то, у вас выбивают различные ошибки, проблемы с защитой, включить защиту или просто какая-то ошибка, конкретно именно написана текстом, вот такая, как сами видите. Я знаю, как найти это решение, все просто, в несколько кликов. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Все просто, я вам сейчас все это продемонстрирую, увидите, и в описании точно так же вся информация будет, можно это сделать, и у вас все заработает. Когда вы переходите в браузер Chrome, неважно, либо другой браузер, вы переходите на сайт, он просто не прогрушается, небезопасное соединение просто, не грузится хоть с VPN, хоть без VPN, это просто безвозможные какие-то действия. Так вот, в данном случае у меня вылетела ошибка именно такого формата, то есть она менялась с описанием, просто небезопасное соединение, там, или еще что-то. Но по факту, то, что у меня было, я решение нашел, как всегда, в интернете. Поэтому точно так же вам я советую, просто копируете название этой ошибки, она выделяется более крупным шрифтом, нежели основной текст, и можно вбить просто, вот как у меня. Ошибка, вот это ERR, SSL, Version, OR, Chitter, M и так далее, там что-то. Вот, давайте мы с вами проверим эту ошибку, и убедимся, что действительно ее можно решить. Но ее можно решить вообще очень просто, вот, просто даже перейти сюда, или исправить ошибку не имеет значения. На что нужно нажать кнопку Windows, плюс R, вот. Я это уже сделал, здесь у меня появится поисковое окно, и нам нужно будет ввести кое-какую комбинацию. Какую комбинацию, вот сейчас, в принципе, сами на сайте вы можете увидеть. Это действительно просто решается, я не думал, что действительно это может решиться буквально в пару кликов. Вот, вот, нам нужна вот эта фраза, Inet.cpl.cpl Давайте мы ее скопируем. Вот, и вот это вот поисковое окно нам нужно вставить, нажать ОК. Единственное, что нам нужно здесь исправить, всего лишь один подпункт. Многие пишут, нужно вот выбирать вот эти вот файлы, неактивные, поддержку и так далее, и так далее. Но достаточно сделать вообще совсем другой пункт, это вот, который здесь будет прописан. Вот, очистить SSL на вкладке содержания. Все, это единственное, что нам нужно сделать. Здесь даже прогрузятся картинки для этого образа, но нам это не обязательно. Ждем, пока у нас отклик идет от самой программы, то, что мы выполнили поиск. Единственное, что нам нужно сделать, это вот содержание, и нажать вот это вот, очистить SSLS. Все, только это вы нажимаете, применяете ОК, и у вас все будет абсолютно работать. Ничего другого вам настраивать не нужно. Поэтому, ребята, все, естественно, я оставлю в описании под видео, чтобы вы могли подробно оттуда скопировать, или же просто нажмите на браузы и пропишите сами. Вот так вот это, в принципе, все работает. Если я вам помог, конечно же, делитесь этим видео. Вот и все, друзья, как сами видели, все, в принципе, просто, доступно, понятно. Если я вам помог, подпишитесь точно так же на мой второй канал, по подсказке в описании, в ссылке в описании, в закрепленном комментарии. Это будет ваша благодарность. Ну и, конечно же, подпишитесь на этот канал, мой основной. Тоже будет очень приятно. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok